Это мое старое, еще 14-го года интервью с легендарным батей, одним из командиров батальона Айдар, которого вот на днях стараниями генерального прокурора Юрия Луценко освободили. Это интервью сейчас, спустя два года, знаете, заиграло новыми красками, и я вам его предоставляю вашему вниманию. Вы знаете, что сейчас по интернету пошло, что я, в принципе, не боюсь, не с родственниками, с момента, что за Айдару все там просто 3 тысячи долларов дают, за офицера Айдара 10 тысяч долларов, но это назначение. Я не знаю, что такое, потому что я вычитал на интернету ситуацию. Значит, у нас мы поддерживаем СОЗО. Наш командир поддерживает с Донбассом связь. Я лично поддерживаю с СОЗО. В принципе, поддерживаем сейчас связь через моих друзей Киев-2. Есть, ну, будем говорить, еще так не так, тесная связь с Киевом-1. Ну, в принципе, там наши кругом тоже ребята, то есть из Майдана. Говорится, не наводит, не была корректировщиком, просто была офицером, которая могла принять командование после того, как меня ранили, и она приняла командование на себя, то есть и, в принципе, вела ребят до металлиста, пока не попали в плен на выход. Ребята, обеспечение бронежилетами, я вам говорил, что мы все с Майдана, у нас Майдан одел хорошие бронежилеты 5+, вы поняли. И люди увидели, что мы надели нормальное боеспособное подразделение, и они, мы открыли счета, у нас есть финансист, каждый раз она читается на сайтах, куда мы эти деньги надеваем, то есть люди пожертвуют сами. У меня есть один афганец, но он получил вид на жительство, настоящий афганец. Да, вид на жительство Украины, он уже давно Украина. Как нам каже Линкен, что мы попадем в членство до Евросоюза через 10-15 лет, но если бы такие были побольше, как Коломойск, мы уже были через 5 лет. У меня здесь самое великое мнение, что они кормят всю Украину, то есть они даже не знают, что Луганская и Донецкая область самодатирована из бюджета Украины. Они спирают на Львов, на Ивана Франкоса, на это, что они датировали. А вы знаете, что Львов не датировали, и Ивана Франкоса не датировали. То есть датировали самые большие промышленные народы, потому что есть вопросы, потому что застарили в них технику производства, вы знаете, да, а если бы и олигархи уважали, то не так было. Вы знаете, что домини Пещина находится на уровне 60-х годов, не только 60-х, как мне сказали, там и 40-х, и 39-х, а если бы они были энерго-неемкими, это надо Ахметову вложить деньги и переработать все. Тогда такая область не была бы датирована. Я так понял, что Путин хочет очистить свою Россию от этих террористов, потому что когда они против него по пути. То есть вы знаете, что такие моменты были, что они хотели выйти, и их российские пограничники расстреляли. Вы знаете эту ситуацию, да? Ну, просто было сказано, что Украина нападает на Россию. Я это понимаю. Еще один момент. Той, кто хочет жить в России, никому же не запрещается. Чемодан вокзал Москва. Но почему, например, почему Путин хочет взять территорию Украины? Ну, нехай берет граждан, россиян, соби, защищает их там. Значит, смотрите, тогда ему надо нападать на все. На Америку, надо нападать на Ангелью, надо нападать на всю Европу. Там тоже русские, но они тоже учат англійський язык, вы понимаете. Потому что выходит так, что если ты не выучишь англійський язык, ты не получишь видно жительство, вы знаете, да? Он понимает, что скоро Украина может стать хорошим поставщиком газа. Вы понимаете? Потому что у нас залезы нашли на 100 лет сланцев. И если он потеряет свой рынок, то Украина откроет свой рынок в Европе. Это тоже нужно понимать, что он не хочет терять. Ниже магнат сейчас на газе, ни ефти. Вы понимаете? Момент такой, что вы говорите за сланцевый газ, что, ребята, еще один момент. Мы же в демократичной стране живем. Работаем референдум, кто хочет за сланцевый газ, кто не хочет. Мы можем это сделать. Если население Востока скажет, что мы не хотим добывать, значит никто не будет добывать. Если мы хотим по-европейски жить, с этого надо начинать. То есть не доказывают силы оружия, а доказывают, будем говорить, другими речами, именно референдумом. Еще один момент. Честно говоря, в Харькове тоже хотели таке сделать, как и в Луганске, в Харьковском народе, на Республике. Мы будем говорить, что общественные организации, которые были за Украину. Но был такой момент, что мы проиграли информационную войну. Когда Россия начала войну, мы в ней полностью проиграли информационную войну. Вот сюда поднялась Бандеровщина, вот сюда начали жахать правым сектором. То есть везде в ней мерчатся там кругом правого сектора. Везде мерчатся Бандера. Но если бы они учили историю, то они поняли, что Бандера, кто такой Бандера. Вы понимаете? Надо просто открыть интернет и почитать. Я думаю, что нет, интернет есть. За что боролся Бандера? То есть, а это такие сказки, что Бандеровцы, то момент такой, что нужно просто не мозги промывать. А Россия хорошо промыла мозги через свою информационную сеть. Понимаете? А мы проиграли эту войну. Украина проиграла эту войну на Востоке. И вот сюда пошло это братовестная война. Но я знаю, что много уже, если бы не поддерживали кадировцы, если бы не поддерживали, я знаю, что и Сербия из Крима приехали, вы понимаете? Если бы не поддерживали донские казаки, то, как я говорю, они уже давно оружие покидали. Никто не хочет, чтобы есть там и дети в него, есть и мама, есть и, будем говорить, и женщина. Никто не хочет гибнуть. Так за что мы гибнем? Понимаете? Будем говорить, люди трохи боятся, понимаете? У них трохи не дикий, например, венталитет, как в центральных районах Украины, западных, понимаете? Момент, який в Західах, ну вы понимаете, там трохи активность украинцев, и патриотизм, я не буду, трохи выше, и трохи не так затурковался, как на Востоке. Но им сказали, что просто момент такой, что им мозги просто промывали, и люди, если есть люди там патриоти, вы понимаете, есть патриоти, которые хотят, чтобы все это закончилось. Я думаю, если у них самая активность будет на высоком подъеме, то они их выжимают. Если они поделятся по интернету, как там славянские, и сейчас люди понимают, что армия принесла и мир, и спокойствие. Друзья, 10 членцев было на городе Счастья, то есть до 60 человек. То есть момент такой, что сейчас все они в Луганске. Они ушли, сейчас на позициях оставили ополченцев, будем говорить с местными, потому что нам все время сводка приходит, что на постах стоят местные. Ну я хочу сказать, что сейчас такая ситуация, что сказали, что небольшая часть донских козаков вышла, чтобы вы понимаете, то есть сейчас можно потеряться в этом отношении, но будем говорить, что без протестов в отношении, может, до 20%. Мы стараемся своими идеями показать, что доместное население – это наша поддержка. То есть, вы же понимаете, что какой-то процент был напуганный, какой-то процент был просто безразличный до этого, а какой-то был процент за Украину, а какой-то был процент пророссийский. То есть это люди, и в принципе с каждыми людьми надо вважать, то есть спілкуваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok